Доклад предназначен для обычных пользователей, которые хотят узнать, что вообще можно сделать с питоном и как его использовать в Argus на самом-самом базовом уровне. Зачем вообще питон нужен в Argus? С помощью питона можно автоматизировать практически любые процессы. Подробнее я расскажу в презентации, как это делать. Можно создать собственный набор инструментов. Которые с точки зрения интерфейса будут выглядеть точно так же, как привычные вам инструменты геообработки Argus. Можно создать плагины. Плагин от инструмента геообработки отличается тем, что он содержит элементы интерфейса, например, стрелочки, какие-то кнопки. То есть можно запускать некий процесс непосредственно во время работы с картой. Особенности питона. Отличия, скажем так, от многих других языков, хотя есть и похожие на него. Во-первых, это компактный, легко читаемый код. Питон, как говорят, один из наиболее легко осваиваемых языков, особенно если это первый язык. Это высокоуровневый язык программирования. Он не работает с памятью, он работает с командами. Все команды построчные. Например, вы написали скрипт и выполняют следующим образом. С первой по последнюю строку. Если где-то в середине скрипта ошибка, то сначала будут выполнены все строки, которые идут до этой ошибки. И потом только высветится сообщение об ошибке. В отличие от компилируемых языков, которые сначала весь код считывают, проверяют на ошибки, только после этого начинают выполнять. Это кроссплатформенный язык, то есть он работает практически на всех платформах и операционных системах. Внутренняя организация. Это объяснение не для программистов, это объяснение для людей, которые просто хотят понять, что это такое. Объяснение достаточно примитивное, можно сказать, и на пальцах. Есть функции. Функция получает некий аргумент и возвращает в ответ число, строку, список. Там могут быть разные варианты. Собственно, из этих функций состоит питон. Наборы функций объединяются в модули. Чтобы вызвать модуль, вам нужно сначала написать название модуля, потом обратиться к функции, которая расположена в этом модуле. Например, если функция sqrt от x, то есть sqrt это извлечение квадратного корня из числа, то для того, чтобы вам к ней обратиться, она находится в модуле maf, нужно написать maf.sqrt x. Вот вы таким образом вызовете эту функцию. Для того, чтобы вообще пользоваться функциями из модуля, нужно сначала его импортировать. На самой первой строчке скрипта пишите import maf и, собственно, после этого можете использовать. Модуль ArcPy. Это модуль, который написан программистами Esri. Он дает доступ к практически всем инструментам геообработки, которые есть в ArcToolbox. И в справке к каждому инструменту можно найти примеры кода и описание команд, функций и все прочее. Например, если вы откроете знакомую вам функцию clip, точнее инструмент геообработки clip, то при нажатии на справку в нижней части справки вы найдете, во-первых, описание синтаксиса, как это должно выглядеть при запуске скрипта Python, как эта функция должна выглядеть, и пример кода в самом низу. Также в ArcGIS есть окно интерпретатора языка Python. В нем не надо импортировать модуль ArcPy, он сразу включен по умолчанию. В нем можно делать некие операции интерактивно. Например, запускать там построение буфера, клип. Ну, практически все функции, которые доступны в ArcGIS, можно запускать в виде командной строки. Также есть другие среды разработки, которые можно использовать. Среда разработки – это некая программа, которая облегчает написание кода и запускает интерпретатор. Ну, самое известное – это идол, который ставится вместе с Python по умолчанию. И есть еще удобная среда PyScripter с несколько большим набором функций. Ну, собственно, каждый, когда начинает осваивать эту тему, выбирает себе среду разработки по ту, которая ему больше нравится. Выбор очень большой. Как Python можно использовать в ArcGIS? Ну, не только написанием скриптов, но и, например, таким часто используемым инструментом, как калькулятор поля, который дает доступ к исполнению неких команд на Visual Basic и на Python. И причем в этом калькуляторе поля можно запускать и достаточно сложные скрипты. Ну, сейчас я покажу самый примитивный пример. Часто бывает, что вам нужно сделать некую операцию, а в ArcGIS нужного инструмента нет. Вот, например... Так, сейчас я с разрешением немножко разберусь. Предположим, есть у нас таблица с адресами, и нам нужно из нее выделить название города. И чем известно, что у нас название города отделено запятой от названия улицы и дома. В принципе, вот если не использовать Python, то что можно? Первый год приходит экспортировать в Excel, там найти какую-то команду, потом создать новое поле, посчитать, потом опять импортировать обратно в ArcGIS, это неудобно. На самом деле это можно сделать очень просто, прямо в ArcGIS с помощью Python. В калькуляторе поле надо переключиться на Python, выбрать string. Ну, на самом деле, то, что мы выбираем, это просто подстановка кода. То есть можно его набирать руками, не обязательно использовать эти инструменты. Выбираем функцию split, которая разделяет строку по некому символу и возвращает список. Сейчас мы будем делить по запятой. Выбираем поле, которое мы хотим разделить. И выбираем элемент списка, который нам нужен в результирующем поле. Элемент списка номеруется с нуля и так далее. То есть эта функция разобьет строку на две части. Одну часть станет первым элементом списка, другая часть – вторым. Индекс у них будет 0 и 1. Нажимаем запустить. Видите, мы видим, что название города, которое было до запятой, оно переместилось в это поле. Ну, чуть более сложная функция. Сейчас я скопирую. Например, мы хотим найти адреса, в которых используется сокращение «у» или «улица». И найти это сокращение и записать вот в этом новом поле в виде сокращения «у» перевести в слово «улица». То есть ищется сокращение «у» и заменяется на сокращение «у» и результат пишется в новом поле. Если нет, если там переулок или бульвар, то, соответственно, ничего не будет. Для этого создается функция питоновская, прописывается ее свойство. Что делать? Если найден элемент «у», то действие одно. Если не найден, то другое. И запускаем эту функцию «findStreet». Подставляем поле, которое мы хотим обработать. И на выходе получаем то, что нам нужно. То есть мы нашли сокращенное название улицы и вписали его полное название. Ничего сложного, но в редких случаях такие вещи могут упростить жизнь. Можно даже, если приспособиться, так называемый парсинг адресов проводить силами только питона. Скрипты питон. Как написать свой собственный скрипт? Набираем код в любом текстовом редакторе, сохраняем в виде файла с расширением пай. Скрипт должен выглядеть следующим образом. Первая строчка должна быть «import.ark.py», то есть она у нас, эта библиотека. Этот модуль по умолчанию не импортируется, мы его должны сами импортировать. Дальше пищем пример скрипта. В данном случае мы указываем переменные. Dataset1 равно такой-то полигон, адрес, и надо указать его расположение на диске этого слоя. Dataset2, ну то есть название выбрано условно. Dataset – это просто переменная. Dataset2 – другой полигон. И дальше запускаем функцию, которую мы прочитали в справке, функцию клип. Запускаем клип, полигон 1, полигон 2, и куда писать результат. Вот, собственно, такой текстовой файл сохраняется. Дальше его можно запустить либо в IDE, в среде разработки, либо с помощью командной строки Windows. Для этого надо найти файл Python.exe, который запускает интерпретатор. Обычно он располагается по адресу диск C. Ну, как правильно, диск C все ставит. Особенно если Argus ставится, то Python ставится с ним автоматом. Диск C, версия Python, версия Argus, и там уже файл Python.exe. И запускается следующим образом. Запускается командная строка. В ней пишется полный адрес расположения файла Python.exe, и дальше полный адрес расположения файла со скриптом. Все, собственно, больше ничего не надо. Все само запустится, модуль ArcPy подключится, и все будет выполнено. Да, модуль ArcPy работает только если у вас есть лицензия Argus соответствующая. Соответственно, если мы можем запускать с командной строки, значит, мы можем запускать через планировщик заданий Windows. То есть, в принципе, можно поставить какую-то операцию на регулярное выполнение. Также можно скрипт добавить как инструмент геообработки. То есть, в первом случае мы прописывали просто пути к переменным, а тут пути будут указываться при открытии инструмента в ArcGIS. Для этого нужно добавить скрипт в любой toolbox, указать файл с кодом и задать значение переменных. Чтобы понять, какая переменная к чему относится, нужно... Сейчас я открою пример скрипта. Синтаксис должен выглядеть следующим образом. То есть, вот все, что я сейчас выделил, это, собственно, само тело скрипта, а для того, чтобы использовать это как инструмент геообработки, нужно написать вот такого вида строчки. То есть, переменная равно ArcPy getParameterAsText с индексом. Индекс 0 будет означать, что, когда мы создаем скрипт... Сейчас я открою какой-нибудь скрипт. Когда мы перейдем в закладку параметры, то параметр с индексом 0 будет первой строчкой, параметр с индексом 1 – второй строчкой, ну и так далее. Параметров может быть много. И в этих параметрах мы можем указать, что это такое. Поле, файл, папка и так далее. Например, здесь указано поле. Причем поле можно получить из класса, который был указан до того. И результатом будет сохраним инструмент геообработки, который выглядит точно так же, как и привычные вам обычные инструменты геообработки ArcGIS. Сейчас я продемонстрирую пример. Например, всем известна команда построения буфера. Но что делать, если нужно не просто построить буфер, а построить буфер с разными дистанциями для каждой точки? Можно, конечно, много раз запустить процедуру буферизации, потом объединить результат, но можно написать простой скрипт, который я сейчас показывал, добавить его как инструмент геообработки, указать входной слой, указать поле, из которого будет взята дистанция. То есть я в поле через пробел прописал необходимые радиусы кругов, которые будут построены. Ну, запустить и получим чуть более навороченный инструмент построения буферов. У каждой точки будут свои радиусы. Ну, это, опять же, очень простые примеры. Можно делать намного сложнее и интереснее. Можно подключать внешние модули питона с совершенно новыми функциями, которых в Argus просто нет. Можно обращаться напрямую к геометрии полигонов и точек. То, что я уже сказал словами, сейчас показано на слайде. То есть нужно просто, если вы добавляете скрипт как инструмент геообработки, нужно использовать функцию getParameterArsTex, чтобы Argus знал, откуда брать значение переменной. Также есть так называемые питоновские тулбоксы. Они отличаются от скриптов тем, что все содержится в одном файле. То есть питоновский тулбокс – это один большой файл, в котором содержатся все описания, что делать с переменными, сами переменные. Для чего это нужно? Для чуть более простого администрирования кода. И самое главное, когда вы создаете сложные какие-то скрипты, сложные модели, которые используют другие скрипты, и когда вы этот тулбокс передаете кому-то другому, там часто пропадают ссылки. В питоновском тулбоксе все прописано прямо в этом текстовом файле. Поэтому при переносе ничего не теряется. Не сказал бы, что их проще писать, но в ряде случаев это оправдано. Есть еще также питоновские плагины или адыны. Это возможность добавить кнопки, указатели, меню, не спадающие списки прямо непосредственно в интерфейс ArcMap. То есть так мы вызывали инструмент геообработки, а тут мы можем создать элементы интерфейса и привязать к ним запуск определенного скрипта Python. Есть Python 1 Wizard, который можно скачать с сайта ArcGIS.com, который за пользователя практически все создает. То есть не нужно прописывать процедуру создания кнопки или не спадающего списка. Это все делают с помощью визарда, а пользователю нужно записать, что нужно делать при нажатии кнопки или при выборе какого-то элемента списка. Ну и перед последним слайдом я бы еще показал небольшую демонстрацию того, что можно сделать с Python не просто... То есть пример с буферами, он был очень простой и примитивный, что можно сделать и что... Я просто взял скрипт, написанный сотрудниками Эстри. К примеру, у нас есть полигоны с количеством звонков службы помощи 911. Плюс у нас не только количество звонков, но и куча разных дополнительных статистических значений. Количество безработных, плотность населения, средний доход и так далее. И вот тут используется скрипт, который строит так называемый хороплет с мэпс. Карты зависимости значения показателей от других показателей. Вот выбираем этот слой как входной. Это тоже инструмент геообработки, который работает на базе скрипта. Выбираем ту переменную, которую мы хотим исследовать. Выбираем те переменные, которые с нашей точки зрения могут влиять на эту базовую переменную. Например, процент безработицы и процент людей с высшим образованием. Тут можно разный вариант. На самом деле я все это показываю не с точки зрения статистики, а просто как пример работы скрипта. Производятся расчеты. Там подключается дополнительный модуль статистической обработки. Там сам скрипт достаточно большой. И на выходе он создает PDF-файл, который можно через закладку Result посмотреть. Создает карту, в которой каждое значение разбивается на три части. Светом показано количество звонков 9-1-1 и безработица низкая. То есть у каждого значения есть три варианта. Низкая, средняя, высокая. Низкая, средняя, высокая. Здесь можно увидеть, что для районов с серым цветом этот полигон в этот диапазон вообще не попадает. Для районов с высокой безработицей и низким уровнем образования жителей наблюдается повышенное количество звонков в службу помощи. То есть эти параметры как-то связаны. Ну, собственно, это было показано не для исследования этого инструмента статистического, а для того, чтобы показать, что с помощью скрипта можно сгенерировать вот такой мини-отчет с картами. Соответственно, возможностей довольно-таки много. Ну и последний слайд. Есть на сайте ресурссаргивском страничка специально посвященная питону. Там примеры скриптов, примеры инструментов геобработки. Вот, кстати, можно видеть внизу тот инструмент, который я вам показывал. Постоянно добавляется. Много чего можно скачивать. Масса всего полезного. Плюс там даже какой-то учебник есть. Ну, все на английском, правда. Продолжение следует...